Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сижу и смеюсь, но в таком интерьере я еще ни разу не делала, ни гимнастику не снималась. Это, конечно, очень оригинально. Я уже объясняла, почему. Когда мы начали вот это весеннее оздоровление организма, и часть моих подписчиц вместе со мной сели на диету, сразу зашел разговор о гимнастике, что мало сидеть на диете, нужно еще делать гимнастику. А так как гимнастика почти для всех огородников должна быть не просто гимнастика для похудения, а лечебная физкультура, именно ЛФК, то сейчас речь пойдет именно о лечебной физкультуре, потому что спины болят, спина болит у каждого второго огородника. Мы все, как люди привыкли думать, что вышел в огород, значит ты похудеешь, все у тебя будет хорошо. Но вы не забывайте, что мы в огороде всегда находимся вот в таком положении, вот буква ЗЮ. Приходим домой, если помыть посуду, если что-то помыть пол, у нас опять вот эта поза, а в обратную сторону мы никогда спину не разгибаем, и даже спина, у которой нет таких патологий, сильно, ни смещений там, ни грыж, ни протрузий, вот в таком положении побудьте-ка все лето, а в обратную сторону нет. Конечно, она будет чувствовать и будет ныть, и все. Нам вот эта ЛФК нужна для чего? Для того, чтобы сделать растяжку спины, делать желательно ежедневно, и для того, чтобы нарастить мышечный корсет на спине. Многие сейчас мне советуют, у меня вот был приступ радикулита, ну полмесяца назад, многие советуют. Носите бандаж, носите корсет, но я хочу сказать, ну не то, что оспорить этот совет, я хочу сказать, что у меня спина болит очень давно, и когда была сильно плохая ситуация, я даже бросила работу из-за этого раньше выхода на пенсию, думала, что вообще буду лежачая, и когда я к врачу-неврологу пришла на консультацию и сказала, может быть корсет, он мне сказал, не стоит. Когда человек носит корсет, то мышцы, вот этот мышечный корсет наш, природный, он начинает лениться, он знает, что его функции, выполняет корсет вот этот вот, как, ну, из текстиля, из материала, там, на косточках, и они уже до того ослабевают мышцы, что без корсета потом ты ничего не сможешь сделать. И он мне, когда был выбор, или ложиться на операцию, вы знаете, что вставляют металлический вот штырь, чтобы не смещались они позвонки, у меня смещение позвонков, или операция, или какой-то другой выход, он сказал, единственный выход – лечебная физкультура. И поверьте, вот когда 10 лет назад мне было очень плохо, я начала вот эти вот упражнения, искать, подбирать себе программы, выискивать, собирать комплекс, и я делала в течение двух лет, но и то нерегулярно. Весной сделаю два месяца, мне хватает до осени. После сезона огородного опять нагрузка, я еще два месяца делаю перед зимой, зиму переживаю. И вот два раза в год по такому вот, по курсу двухмесячному достаточно, чтобы спина чувствовала себя нормально. И, конечно, гимнастика, делать ее очень сложно, с таким весом, вот как у меня, например. И я всегда обычно начинаю, перед тем, как делать гимнастику, комплекс, я сажусь на диету и сбрасываю там лишние 5-10 килограммов. Но сейчас я решила начать, даже не закончив диету, потому что многим гимнастика нужна. Я расскажу свой комплекс, но я сразу скажу, что если вы, например, как-то опасаетесь за свое здоровье, или у вас есть какие-то проблемы очень серьезные, при которых, например, нельзя изгибаться, нельзя там поворачиваться, куда-то вот эту скрутку, вот когда делаем вот так вот. Мы же делаем не только растяжку, но вот эту скрутку. Делать, во-первых, нужно все осторожно, во-вторых, консультируйтесь, конечно, со своим лечащим врачом. Я знаю, что для меня вот эти упражнения, они все подходят. У меня еще такой стадии заболевания нет, при которой нельзя шевелиться. И я знаю, что для меня, наоборот, движение – это жизнь. Но я сразу скажу, что я вот тоже, мне со своими, ну, со своей патологией позвоночника, мне нельзя бегать, мне нельзя прыгать. Вот эти вот все динамические движения делать нельзя. Когда вот эти диски межпозвоночные, ну, как ударные, вот эти нельзя действия. Я лежачий физкультурник, я покажу вам сегодня, расскажу о своей лежачей физкультуре. Я сразу говорю, вот в этом вступительном ролике упражнений не будет. Я вам только покажу, какие они, покажу, зачем, какое делается. И в следующем видеоролике, возможно, один, два, три, может быть, упражнения я покажу, расскажу, как я делаю. Вы понимаете, что весь комплекс делать невозможно. Сейчас сначала посмотрим их на картинку. Я сразу скажу, что у меня родилось все это не спонтанно. Это я собирала годами. Когда мне, например, ходила к неврологу на прием, и он мне советовал, например, давал вот такие картинки. Вот комплекс упражнений для больных остеохондросом. Тут они тоже все или стоя, или на четвереньках. Потом, ну, про упражнения в области шеи я не буду говорить. Это знают все, что нужно крутить шеи, что нужно повороток головы делать, чтобы там не, ну, короче, не зарастало все в крещете. Потом, вот, остеоартрозом упражнения давали. Они тоже созвучны и похожи на мои. Я консультировалась у врачей, собирала в интернете. И все свои упражнения, которые мне советовали, я все рисовала. Вот это мой комплекс лечебной гимнастики в острый период. Это начальный этап. Если острый период, то делаем прям чуть-чуть движение. Отличается острый период или как период, когда у вас вообще ничего не болит, там можно усложняться. Вот упражнение применяется на втором этапе острого периода, когда уже не очень боль. Потому что это ведь не так просто сесть и начать дрыгать руками и ногами. Нужно понимать, в каком вы сейчас состоянии. Все они у меня, вот они, человечки похожи на меня, пузастенькие. Вот, потом комплекс лечебной гимнастики во втором подостром периоде. Так, идем дальше. Вот много-много-много, тут каких только нет. И каждое упражнение нам дает, ну вот с подушечками я не делала. Каждое упражнение нам дает свой какой-то эффект. Вот, специальное упражнение, рекомендуемое в период ремиссии. Это то есть, когда ты уже совсем не болен, когда ты можешь делать все, что ты захочешь. Так. И вот так. Позы похожи на Камасутру, когда особенно два человека нарисованы. А, ну дальше уже восточные танцы, это уже нам сейчас не надо. Вы видите, что это, когда я говорю, вот лечебная гимнастика, я говорю неголословно. Я все это делала, я все это переработала, я все это, как бы сказать, через себя пропустила. Все это годами использовалось, и все это мне помогает. И что хочу сказать в заключение. Конечно, нам не хватает силы воли. По-хорошему бы, если, например, после 40, после 50, если у вас остеохондроз, остеоартроз, ну вообще любые какие-то там изменения в спине, конечно, хорошо бы вот этих вот веселых человечков не забрасывать, а делать из года в год и ежегодно. Но у нас, видите, как мы какие, нас отпустит немножко, отлегло и дальше понеслась. То нам некогда. Вот этот комплекс, который делаю я, он рассчитан на 40 минут, и не всегда мы выкраиваем 40 минут для этого. Особенно, когда вот период ремиссии, когда ничего не болит, когда ты скачешь, несмотря на свою спину. Вот прошло у меня буквально 2 недели назад, как зажило. Я уже и забыла, и хватаешь ведра с землей, таскаешь лотки, наклоняюсь. И вот в позе зю, как я говорю, что стою по много часов. Но всем рекомендую и советую не забывать делать лечебную физкультуру. Сейчас в следующем видеоролике я несколько упражнений покажу, с чего я начинаю. Конечно, все они лежачие, и все они не очень трудные, все для нас доступно. Надо только набраться силы воли и делать их изо дня в день, ежедневно, ежедневно. Поправлять свое здоровье, лечить свою спину. А веселые человечки нам помогут. Все, до свидания.